Итак, господа, нас ожидают также три раунда по пять минут. Давайте знакомиться. Слева от меня находится боец, которому 20 лет. Его рост 179 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Сегодня у него профессиональный рекорд, побед, ноль поражений. Его стиль Ушусайда встречайте из Хасавюр, Дагестан, Рамаза Калима! Также справа от меня находится боец, которому 27 лет. Его рост 181 сантиметр, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд, ноль побед, одно поражение. Его стиль также Ушусайда встречайте из Гудермес, Чеченской республики. Рамзан Ахматов! Рефривактагония Ашота Шигян. Итак, Рамзан Ахматов, Рамазан Каримов. Ну, тезки, по большому счету. Оба представляют один и тот же вид спорта Ушусайда. Ну, как я отметил, Рамзан Ахматов имеет опыт выступлений и в муай-тай, и в кикбоксинге. Причем не только по любителям, но и по профессионалам тоже. Она очень большая, чем не более сы zeker. Просто попадание. Что добавляет снаружи сейчас Каримов. Честно говоря, я всегда впечатляло, почему именно в этом виде спорта, в Ушусайда, такие хлёсткие удары с дальней. Вроде бы во всех видах спорта бьют и много бьют с дальней руки Но почему-то вот именно сандаисты делают эти удары как плеть просто Не могу объяснить, совершенно не понимаю в чем специфика Но тем не менее факт Ну и чем еще примечательен этот вид спорта у шусанда? В первую очередь тем, что это чуть ли не единственный вид такой ударной техники Классической которой, в котором используются переводы То есть сандаисты в базе это не просто такие боксеры, ну в кавычках, да? Это еще и те люди, которые отлично делают разов рода броски, проходят ноги Это очень амплитудные броски, интересные Ну есть ощущение, что сейчас охватов восстановился Два шикарных удара Да, сейчас восстановили статус-кво Да, Рамазан Каримов, есть ощущение, чуть-чуть расслабился Ну может быть ему это нужно, вы знаете, многим спортсменам нужно расслабляться для того, чтобы эффективно работать И сейчас, посмотрите, еще один такой тяжелый удар был И вот это Запрещенное действие ловтем 12-6 удар, так называемый Ну и в затылок Судья сделал Ну нет, он в принципе заключенный Ну еще добавки, наверное, да Ну да, 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 то есть вот видите, под таким углом, когда как будто сбоку ты бьешь, это удар разрешенный А когда строго сверху вниз, это как бы запрещенное действие Такие тонкости Спортсмены не всегда успевают в полубое разобрать, какой именно, под каким углом конкретно они сейчас бьют Поэтому Ну вот в таком положении есть очень много известных нокаутов Недавно, например, Заврукевич Бабаев так вот локтем нокаутировал своего оппонента Он присутствующий в зале, правда, не локтем, а в подобной ситуации Одна ломага, когда он нокаутировал Ти-Джей Волгургера, помните, апперкотом Похожный клич был Интересно работают спортсмены Так вот, подбавливают сейчас В чемпионат попадает Рамзан Ахматов Такое ощущение, что вот этим мощным ударом в начале раунда разбудил соперника Таримов Как-то он побыстрее, Рамзан Ахматов, мне кажется Сейчас есть такое ощущение Интересно, что одиночными ударами перестреливаются бойцы Но скорость при этом у них, конечно, фантастическая И хорошая двойка Первая из мишечка, да Не зашла, но вот второй удар Правый вот не зашел, тут же перевод Сразу же снизу пытается Рамзан атаковать соперника И нанес достаточно много ударов И он тут же, наверное, нивелировал этот перевод за счет своих атак Да, если раньше, в общем-то, эти удары снизу не оценились вообще никак То сейчас это вполне себе удары То есть если ты перевел соперника, а он снизу бьет, то преимущество у него К раз, к сожалению, не все судьи иногда это оценивают Поэтому мы не всегда видим последовательность принятия решений судейского Насколько я знаю, вот эту конкретную судейскую бригаду Здесь они очень четко в этом плане следуют устоявшейся вот этой традиции и правил Да, очень своевременный бил перевод, но вот полноценно как-то реализовать его не получилось Очень здорово с ней заработал Ахмадов Кстати, ваш тезка И ни росты, ни кли Нет, почти одна фамилица, он все-таки Ахмад Тофья Ахмадов 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 Соглашусь, признаю свою ошибку Мы с разных концов еще в республике Ага У нас было очень много Приех SERU САК ТОРА Ну что ж, второй раунд этого интереснейшего поединка. Такое ощущение, что... Ну, как-то чуть более разбодрился сейчас Рамазан Каримов. Как-то пособраннее стойка у него стала. Сейчас, возможно, он хочет... Чуть больше эпизодов забрать именно на этой дальней дистанции. Классно расстреливает Рамзан Ахматов, конечно, на дальней. Пропускает сам тоже, но вот... Есть эпизоды прям очень яркие. Ну, вот насколько приятно смотреть бой двух синдоистов. Да, очень зрелищно. Вон мы наблюдаем. Ну, так прямо видно, готовил бэкфист. Ого, хороший мидл кик. Ого. Еще один хайкик, но уже блок. Практически не ставят блоков. То есть я не увидел пока ни одного, по-моему, блока. Ну, там, условно, называется это щит. Имеется в виду от лул киков. Защита от лул киков. Каждый удар принимают. Просто стараются контратаковать. Ну, в том плане встречать ударами. Или просто обменяться. Или просто обменяться. Меняя стойки. О, прямо здорово сейчас попадает от хатов. И в печень. Так откровенно немножко бросился в ноги. Было видно. Хорошо. Хорошие джемы, кстати, у Каримова проходят. Далее быстрые. Да, довольно быстрые. Но это не та дистанция, на которой часто получается быть. Дистанция удара ноги все-таки пока основная в этом поединке. Но на джебе, да, здорово получается работать у Рамазана Каримова. Хорошая размножка. И справа попадает Кахмата. Хороший удар корпус. Сейчас вот стиль Мухаммада Алиев. Да, сдваивает так прямой Рамзан Каримов. И так вот, выходя назад, немножко все-таки получил, по-моему, Рамзан Ахматов. Ага, есть перевод. Накинулся прям так сверху Рамзан Каримов. Ну, мы помним, что в первом раунде не очень получилось реализовать это доминирующее преимущество. Кто знает, может быть, сейчас уже чуть больше усталости у него это получится. Да, пока что удерживает, но начинает вставать Рамзан Ахматов. Он не бил, как в первом раунде, но быстро достаточно встал. Тэк-даун есть, но преимущество какое-то излечь дополнительных дивидендов Каримову не удалось. Здорово, здорово. Либо дорого смотреть, конечно, на ударную технику спортсменов. Ну, очень-очень быстрые руки, очень быстрые ноги. Сейчас хороший вариант для перевода. И да, перевод получился. Вот сейчас за спину бы нырнуть и попробовать ножку вправить. Почему-то не очень пытается это делать регистанский спортсмен. Хотя это был бы прям отличный вариант. Ну, в любом случае, он лучше нас чувствует, видит, что возможно, что невозможно. Все-таки он там находится, а не мы. Поэтому то, что нам кажется страны, совершенно не факт, что правильно. Ну, для меня загадка, конечно, как судить этот раунд. У каждого были свои очень хорошие эпизоды. Будет ли здесь под занавес еще что-то яркое, какой-то перевод, попадание. Хороший волкик, и так рассечение небольшое у Рамазана Каримова. Уважаемые болельщики, я предлагаю поаплодировать обоим бойцам. Очень горящий бой. Чётко, очень горящий – много людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и да, и сетка там еще, и в целом вот такие, знаете, микроэпизоды. Вот здесь вот получится или не получится решается вот в доле секунды. И эти доли секунды пока лучше реализовал Ахматов. Чуть-чуть застыла схватка, но только потому, что идет напряженная работа в этом самом финсе. Хорошие попадания в стороне Ахматова. Колина на выходе. Да, жесткие попадания Ахматова в этом раунде мы видим. Много локтей было здесь, у стены. И, в общем-то, обязательно их посчитают судьи. Есть сечка у дагестанского спортсмена. Все равно пытается он делать переводы. Но мы помним, у него были успешные в этом плане попытки в предыдущих раундах. Может быть, самому Каримову сейчас попробовать нанести какие-то акцентированные удары. Обострить, зайти на среднюю ближнюю дистанцию. Пока мы этих попыток не видим. И несколько успешнее в этом раунде, кажется, представители красного угла Ахмата. Продолжение следует... Вторая минута, даже меньше до конца этого поединка. Очень увлекательно. И практически, как каждый из тех, что сегодня состоялись, будет приковывать особое внимание. Смотрите, локти. Просто стоит в позиции, захватив одну ногу Каримов. Да, очень, конечно, накаленная такая обстановка в зале. Знаете, то самое случай, когда хочется даже самому помолчать и дать вам послушать эту атмосферу, атмосферу поединка. Она, конечно, очень впечатляющая. Тяжелый третий раунд при ярких первых двух. Очень включилась трибуна. Много приехало поддержки и с дагестанским спортсменом. Разумеется, серьезнейшая поддержка у местного спортсмена Раджана Ахматова. Ну и всего лишь 15 секунд за решение всех вопросов. Если особенное решение произойдет, мне кажется, что Ахматов, по крайней мере, в этом третьем раунде сделал сутки больше. Да, тут и рассечение, тут и вот даже в этой ситуации Ахматов постоянно наносил удары. Ну, давайте уже знать, как. Все оценили судьи. Субтитры сделал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Тем не менее, у нас есть решение по истечению трех раундов, раздельным решением судей победу по баллам одержал боец из синего угла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ